Добрый день гости и подписчики канала. Я на озере Торфей, Великий Дальник. Площадь 6 гектар, глубины 1,5-2 метра. Щуки здесь достаточно, поэтому администрация разрешает рыбалку во время нереста. Примерно раз в неделю я ловлю щуку, меряю прозрачности и температуру воды, делаю выводы. По интернету гуляет утверждение. Первое. Щука в Украине начинает нереститься, когда вода в местах нереста прогреется до 4-7 градусов. Второе. На нерест сначала идет мелочь, потом мамки. Третье. Щука во время нереста не ловится. В этом ролике постараюсь доказать, что эти мнения ошибочны. Первое. Нерест щуки определяется биоритмами, а не температурой воды. Проследим изменения температуры воды с января по апрель 2024 года. 6 января. Ловлю щук при температуре плюс 6. 1 февраля. Температура воды рядом со льдом плюс 2, возле дна плюс 4. При плюс 4 градусах вода имеет максимальную плотность и находится у дна. Более холодная вода всплывает. Кратковременных морозов недостаточно, чтобы вода промерзла до дна. 29 февраля. Температура воды на озере Трофей плюс 8. 21 марта. Температура воды плюс 11. До нереста далеко. В данной работе 6 лет исследовалась нерестовая миграция щук из Балтийского моря в ручьи. Крупные самцы прибывали позже мелких самцов. Однако у самок время прибытия и нерест не связаны с размером тела. На юге Украины щука начинает нереститься в реках в середине марта, в озерах с конца марта по середину апреля. Погода и человеческий фактор, паводки, сброс воды, барканерские сети коррелируют сроки. Щука ловится во время нереста. Попадаются даже текущие самки и самцы. Молочники агрессивны и могут отгонять и атаковать приманки от места нереста. Щуки-переселенцы испытывают шок и могут отказаться от нереста и продолжают ловиться во время нереста других сородичей. Если щука нерестится удачно, то она начинает питаться через неделю. Если крыла плохо выметана, щука может болеть. На озере Трофей сороки нереста щуки в 2024 году совпали с 2023. Однако нерест в 2024 был быстротечнее. Весна 2023 была ранняя. Первый абрикос зацвел в середине марта. Нерест щуки начался в конце марта и продолжался до середины апреля. Нерест проходил при температуре воды 10-14 градусов. Март 2024 был холоднее. Первый абрикос зацвел в последние дни марта. 29 марта температура воздуха подскочила до плюс 18. Температура воды достигла плюс 14. За неделю температура воздуха поднялась до плюс 25. Нерест прошел при температуре воды 14-18 градусов и был более быстротечным. 30 марта. Активное движение щук-камышах на чистом прыжке сазанов из воды, которые таким образом чистят жабры. Такой щучек. Это с дядей Юрой в лодке. На память. Все, рыбу отпускаем этого. Этого рыбу отпускаем. Плыви рыб. Пока-пока. Сергей удачно ловит щук на тейлспиннеры. Джиговая проводка возле дна. Вон, за голову, видишь? Да ну, какой деревянский. О! Так, вот, надо посадить, самка или самец. Зато устала, не надо пацаком брать. Можешь меня снять, для виталек. До кино, ему, наверное, на канал. Видишь, вот как раз тот же случай, вещь, что я тебе говорил. Уже главное, зацепили, вытащили. Я не любитель мелких вращалок, которые калечат щуку. У первой же моей щуки приманка в районе глант. Поэтому я переключаюсь на воблеры, понимая, что они не могут сегодня конкурировать с вращалками. Цепляю пару щук. У Сереги на тейлспиннер, поклевка экренной мамки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выскочил на пару часов после обеда 9 апреля и вымочил двух щук. Медленная проводка Baby Booster. Продолжение следует... Продолжение следует... 11 апреля получилось половить щуку пару часов в дне в самую жару при плюс 25. Дочь активно ловила карася. На поплавочку на опарыша ей попался сазанчик на полтора кило. У меня только две поклевки на шакал РВ. Худую щуку взял на экспертизу. Вес 1,2 кг. Длина 59 см. От нерестилась плохо. Видны остатки больной икры, из-за которой щуки болеют. Хорошо отметавшая икру щука не болеет и обычно через неделю начинает активно питаться. У самки овальная форма анального и полового отверстий со светло-розовой каймой. У самца вытянутая щель. Выводы. Нерест щуки в первую очередь определяется биоритмами, а не температурой воды. Погода и человеческий фактор корректируют сроки щучьего нереста. Щука нерестится там, где сама родилась, и сроки нереста определяются временем рождения. В прошлом году нерест на озере Трофей состоялся в первой половине апреля при температуре воды 10-14 градусов, а в 2024 в первой декаде апреля при температуре 14-18. Щуки-переселенцы адаптируются к местным щукам и условиям. Некоторые могут отказаться от нереста. Время миграции щук и сроки нереста могут находиться под частичным генетическим контролем. По приманкам. Как и в прошлом году, в начале нереста рулят вращалки и тейл-спиннеры, потом подключаются воблеры. Всем не хвоста, не чешуи. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok